По поводу гоняться, но как вы будете гоняться, если вас-то тоже снимают? То есть мы не говорим о том, что вот в одной машине... Элементарно! Гоняться можно на грязном номере, зная, что тебя могут снять, и ты знаешь, что ты нарушаешь. Элементарно! Послушайте, вы задаете вопрос, как будто мы тут дурачки. Как это? Вот я вам объяснил, как. 30 способов вам назову, как. Ну, глупости-то не говорите, как. 30 способов, как. Вы на что, за дурачков тут держите? Если человек этим зарабатывает, это его профессия. Он найдет как. То есть он будет заранее готовиться, да? Скажите, мне кажется, вы не уважаете меня, телезрителя, ведущего. Вы на что, как? Это будет его профессия, вот как. Давайте Алексей выскажется. Это будет профессией, понимаете? Это не будет профессией. Номер будут чужой прикручивать. Да, Сергей, мы вас услышали. Ну, они сейчас могут его прикручивать. Как бы то ни было, все видео, которые будут заливаться на сайт, они будут контролироваться. То есть если человек замечен в мошенничестве, то его тут же моментально можно найти. То есть как бы в этом проблемы совершенно нет. По поводу подстав и всего остального, ну, пожалуйста, называйте конкретные примеры, я вам буду говорить конкретные ответы. Я говорю еще раз. Почему это нельзя делать бесплатно? Это можно делать бесплатно. Все, бесплатно вас поддержат все. Хорошо. Я просто тогда, дайте мне объяснить, почему я считаю, что лучше, чтобы это было платным. Да, давайте послушаем. Потому что речь идет о том, что, первое, это для того, чтобы люди все-таки подавали это видео. Потому что иногда вы можете быть заняты, еще что-то, вы можете просто его не подать. Для того, чтобы стимулировать людей, вы делаете часть работы за полицейским. Вы заливаете на сайт, вы заполняете протокол. Но мне же нарушитель заплатит в два раза больше, чем полиция. Вам нарушитель не заплатит. Заплатят. Сейчас, одну секунду, я вам расскажу. Потому что мы рассматривали такой случай. Например, вас сняли, ваше нарушение, подъехали к вам и давайте заплатите. Вы можете заплатить этому человеку и действительно поехать дальше. Но вас-то могут заснять из другой машины. То есть, факт в том, что так как машин много... Нет, организуют специальный ресурс, удаленный, где будет... Послушайте, могут заснять с другой машины, а могу отделаться и 30%-ми. Вот что подумает человек. И часть людей заплатит... Смотрите, Жулик поймает 30 нарушителей. Смотрите, Жулик поймал 30 нарушителей. 20 его послали, а 10 заплатили. И бабло придет на карман. Я согласен, что заплатят не все, но некоторые заплатят. Мы даем легальный способ человеку шантажировать гражданина Украины. Причем, этот шантаж стопроцентно будет анонимным. Потому что он будет звонить со специального номера, и у него 100% выигрышная игра. Человек его послал, он послал в полицию. Не послал, получил деньги. Вы предлагаете жульническую схему. Нет, не подходят любые методы. Подходят только методы, которые не ущемляют граждан. И только легальные методы. Только методы, исключающие саму возможность шантажа. Теперь послушайте, не надо изобретать велосипед. Не надо изобретать велосипед. Если это нигде не работает, ни в одной демократической стране. Работает это в Англии. Да, сейчас Алексей выскажу. Если бы давали слово, то можно было бы что-то вставить. Да, говорите, Алексей. Чуть-чуть ниже градуса. Давайте сделаем. Смотрите, это работает в Англии. Это работает в Канаде. В определенных провинциях Канады. И в одном градстве в Англии это работает. Я говорил за всю страну. То есть именно за денежное вознаграждение. Да, во всей стране это не работает. Как в национальном уровне, такого нет. В Англии это работает, и это работает в Канаде. В одном градстве? В нашей полиции, да. Есть, скажем так, данные по поводу именно Канады. 20% опять-таки, они не являются как бы самым важным краеугольным камнем этой инициативы. Уберите их, и все, отличная инициатива. В вашей инициативе есть поганка. 20%. Вы ее убрали, я ваш сторонник.